Всем привет, меня зовут Ксения и в этом видео я хочу вам рассказать, как же прийти к заработку в интернете. Вот каков вообще алгоритм, чтобы жить, работать из любой точки мира, сидеть на мандивах, пить пинаколаду и при этом получать несколько сотен тысяч рублей, практически ничего не делая. На самом деле, если сказать большинству людей в нашей стране, что можно зарабатывать в интернете, скажут, да ну, разводняк, я лучше пойду работать на завод за 20 тысяч рублей в месяц, зато это будет стабильность. Братан, мне не тебя жаль. Это так ужасно. На самом деле, в интернете очень много возможностей, и я сейчас вообще не хочу трогать тему бинарки, потому что бинарки, да, я соглашусь с тем, что это очень шаткая тема, и малому проценту людей удается там заработать. Но согласитесь, есть те темы, которые прям верняковые. И как раз-таки в этом видео я хочу заложить фундамент, назову это даже своему курсу о том, как же зарабатывать в интернете, какие есть варианты, в каком направлении двигаться и так далее. С учетом того, что это одно из первых моих видео в данной тематике, я сегодня хочу рассказать прямо о самых низах. Человек, который просто пришел с работы, открыл YouTube и смотрит сейчас это видео. И у него нет свободных средств, чтобы куда-то вложить там тысячу баксов, на какой-нибудь депозит закинуть или еще что-то. Я хочу просто вот, по моему мнению, самый простой, самый крутой вариант заработка в интернете для простого народа. Естественно, в следующих видео я буду также показывать и темы, где нужны небольшие какие-то вложения, где не прокатит вот так вот просто прийти и начать двигаться. То есть более профессиональные такие направления. Но сегодня давайте мы обсудим, что же у нас первое. И ищу понятно, что если у вас нет капитала, то вы не сможете заработать какие-то басно-словные деньги. Но тут идет какая-то несостыковочка. Вначале я вам говорю о том, что расскажу, как это сделать без вложения, а сейчас говорю про какой-то капитал. Так как это делается, как это делала я в свое время. То есть когда вы находите какую-то тему, следующий пункт, кстати, очень крутой, я вам расскажу, и вы поймете. Хотя, блин, что тянуть? Арбитраж трафика. По моему мнению, прям золотая жила. Вот вы узнали, что такое арбитраж трафика. Не торопитесь выключать это видео, потому что сейчас я чуть-чуть вас окну в эту тему. Но вам для того, чтобы хорошо развиваться в этой тематике, нужен капитал. Для того, чтобы заработать данный капитал, вы можете просто поставить себе цель. Например, вы хотите вложить в арбитраж трафика 10 тысяч рублей. Но свободных 10 тысяч рублей у вас нет. Для этого у нас существуют различные сайты. Например, Яндекс.Толок. Ссылочку оставлю в описании, приходите, смотрите. Там просто вы выполняете какое-то простейшее задание, проходите опрос и получаете за это, например, 20 центов. С миру по нитке, да, это тяжело, да, это трудно. За месяц вы можете заработать, например, 100 баксов максимум за первый месяц. Я пробовала, это достаточно проблематично. Пока вы не набрали там какой-то уровень, вам капает очень мало денег. Вы просто зарабатываете этот капитал. Пофиг у вас уйдет на этот месяц, два месяца. Вы зарабатываете этот капитал и вкладываете его уже сюда. Например, я просто пишу здесь. Яндекс.Толок. Блин, давайте напишем 200 баксов. И эти 200 баксов, которые у вас изначально уже, вы изначально себе ставили цель, что вы заработаете их специально для арбитража. То есть это не те деньги, которые вы взяли из своих каких-то запасов, из своей зарплаты. Это те деньги, которые вы специально заработали для инвестиций. Помимо Яндекс.Толоки мы с вами будем еще обсуждать очень много сайтов. Я вам буду показывать это на практике. Но это, знаете, просто фирма на слуху. Это 100% если я вам сейчас назвала какую-то иностранную фирму или какую-то новенькую, вы бы сказали, а вот, тебя купили и так далее. Яндекс.Толок это та тема, которую знают все. То есть все знают поисковик Яндекс, Яндекс.Такси, Яндекс.Еда и так далее. Поэтому мы начнем с самого простейшего варианта. Также вы можете сюда вставить, сюда другие варианты. То есть если вы знаете какие-либо сайты, пожалуйста, это все на вас. Блин, да если даже не брать интернет, вы можете этот капитал специально, вот у вас есть основная работа, вы можете пойти листовки раздавать, чтобы заработать вам на какую-то новую тему, которая вам интересна, в которую вы хотите вложиться. Далее. Вы заработали этот капитал. В этот момент, например, я вам все рассказываю сегодня на примерах. То есть помимо арбитража, я знаю еще кучу интересных тем, но с учетом того, что я сейчас прям очень углубилась в арбитраж, уже на протяжении, наверное, годиков-двух, я топлю за него. Вы зарабатываете вот эти банки, которые вам нужны для первоначального взноса, так скажем. Пока вы их зарабатываете, вы изучаете подробно, что это за тематика, чтобы не слить сразу же их. И спокойно пробуйте, развивайтесь. Давайте я немножко, буквально минутку, уделю, что такое арбитраж, потому что, поверьте, в моих видео теперь будет очень много информации. Все сидят в Инстаграме, большинство. Все сидят ВКонтакте. И я думаю, что, например, вы очень часто встречались с группами, там, дешевый Алиэкспресс. Не знаю, там, Алиэкспресс для мужчин. И когда вы заходите в эту группу, вы видите ссылку на какой-то товар и фотку, типа, прикольный товар, как класс. Но вы переходите по этой ссылке, покупаете его, там, за 60 рублей, но в итоге человек, который разместил эту ссылку, он получает за вас деньги. Если не поняли, перемотайте еще раз, посмотрите. Далее. Когда вы хотите вступить ко мне в закрытую группу вебинарным опционам, вы регистрируетесь по реферальной ссылке. Реферальная ссылка, это ко мне привязанная ссылка, то есть к сайту брокера я состою в партнерской программе. Вы регистрируетесь, пополняете депозиты, я получаю за вас процент. То есть, грубо говоря, арбитраж трафика, вот, есть компания, назовем ее компания, есть партнерская программа, есть просто обычный человек. Эта компания, например, она производит носки. Она приходит в партнерскую программу и говорит, ребятки, за каждую проданную пару носков мы готовы вам отсекать, там, 200 рублей. Партнерская программа размещается у себя на сайте, то есть партнерская программа, это просто какой-либо сайт, скажем так, посредник, вы можете найти тысячу предложений. Носки, зажигалки, казино, да вообще, начиная от черного рынка и заканчивая белым, там, крем для похудения и так далее. Размещается у себя на сайте, и приходит обычный человек, и такой, о, прикольно, хочу продавать носки. И тут партнерская программа ему говорит уже, за каждую продажу носков мы будем давать 100 рублей. Человек просто размещает ссылки, контекстная реклама, Яндекс.Директ и так далее, таргетированная реклама ВКонтакте, таргетированная реклама в Инстаграме. И все люди, которые покупают по ссылке вот этого человека, абсолютно со всех людей ему капает процент. То есть, грубо говоря, вы взяли ссылку, кинули на нее рекламу, человек совершил целевое действие, купил, зарегистрировался, пополнил депозит, и вы за это получаете какую-то копеечку. Звучит круто, не отнимешь. Не буду сейчас сильно углубляться в эту тему, потому что реально это настолько все тяжело и муторно, что не думаю, что стоит вам этим сейчас загружать мозг. Давайте вернемся к теме видео. Вы собрали себе капитал для того, чтобы вложиться в электраж трафика. Выбрали себе партнерскую программу, выбрали себе товар для рекламы. Это может быть казино. Казино это очень черный ойфер, и на нем достаточно легко прогореть. Проще всего выбирать какие-то сезонные товары. Выбрали все, не знаю, вот сейчас лето, начинаются теплицы. Начинаете, например, на 200 баксов закупаете рекламу теплиц. У вас, грубо говоря, с этой рекламы там купило 100 человек. С каждого человека вы получили по 1000 рублей, вы получили 100 тысяч. В реале все намного тяжелее, потому что важно правильно подобрать целевую аудиторию, страну, гео и так далее. Это все вы начнете понимать, когда начнете изучать арбитраж трафика. Далее. Есть такая фишка, что сейчас мне кто-то скажет, блин, а вдруг я не смогу в Яндекс.Таллоге столько заработать, не смогу там создать себе этот капитал, я учусь там в третьем классе, меня никуда на работу не берут. Хорошо, есть еще один вариант. Все сталкивались со спамом. То есть даже если взять те же Алиэкспрессовые группы, можно спокойно спамить, можно, не знаю, первое время накручивать себе подписчиков, чтобы у вас страница была типа активной, чтобы люди приходили. И там уже сарафанное радио, там уже какие-либо рассылки в личку и все такое. Это все работает. То есть просто создаете, например, аккаут в Инстаграме с товарами Алиэкспресс, накручиваете себе тысячу подписчиков, создаете себе контент, то есть выкладываете там несколько товаров с ссылками и все. И начинайте лайкать людей, подписываться на них, чтобы люди, потенциальные клиенты видели вашу страницу. И это абсолютно бесплатный трафик. Да блин, на самом деле я вам скажу так, что тот, кто захочет, он пойдет бутылки сдавать, чтобы добиться чего-либо. Я уверена, что сейчас тысяча скептиков, тысяча каких-то митиков могут мне написать комментарий, типа ты что несешь, это все обман, это все нереально. Еще раз, посмотрите вот на данную схему и поймите, что очень много обеспеченных людей живут именно так. То есть они вкладываются в арбитраж трафика. Позже мы окунемся в то, сколько это денег приносит. Сколько денег мне приносит моя партнерская программа по бинарному опциону, моя партнерская программа по какой-то товарке и так далее. Но это прям очень круто. Также в следующих видео мы с вами обсудим мани-менеджмент в жизни, то есть обсудим, как создать себе подушку безопасности. И все прекрасно, особенно после данной пандемии, которая идет сейчас с этим коронавирусом, понимают, что нужно иметь подушку безопасности, что нужно быть финансово подстрахованным. Это все мы разберем чуть позже, то есть данное видео было немножко таким вводным. Я надеюсь, что вы замотивировались и начнете уже действовать. И надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите и подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита. Всем пока!